Девочка-пай Девочка-пай Zu jeder Bestellung bei www.brace.de Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu GFL-TV von German Bowl 40. Heute spielen die Schwäbischer Unicorns gegen Samsung Frankfurt Universe. Es ist der erste Süd-German Bowl seit 1981. Es ist auch einer der wärmsten überhaupt. Ob es der allerwärmste überhaupt ist, kann ich hier nicht hundertprozentig sicher sagen. Aber man muss seine Zweifel haben. Denn in der Anfangszeit des German Bowls, in den ersten zehn Jahren, gab es zwei German Bowls, die im Juli stattfanden. Aber im Oktober in Berlin war es noch nie so warm wie heute hier. T-Shirt-Wetter im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Die Stimmung ist super. Und wir waren allerdings in der Woche vor dem großen Spiel schon unterwegs und haben die Schwäbischer Unicorns und Frankfurt Universe besucht. Die Stimmung ist super. Die Stimmung ist super. Продолжение следует... 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 И если мы делаем Плэйс, то должно быть наиболее больше пунктов. Футбол-Маншафты изменят себя в год в год, особенно в Германа Футбол-Лиге. Как можно ли это в этом году характеризовать в этом году? Да, на самом деле, мы стали лучше. Мы получили наши важные качества, особенно в американской позиции, и они очень хорошо интегрированы. Viele Kleinigkeiten stimmen da einfach schon. Und dann haben wir uns natürlich auch Punkte vor allem in der Tiefe verbessert. Und natürlich auch noch den ein oder anderen Dual Passport dann noch geholt. Und deswegen sind wir auch in der Defense so überragend aufgestellt. Und in der Offense stehen wir dem aber auch. Um nichts nach. Raheem Wilson, die Gegner werfen selten in ihre Richtung. Trotzdem haben sie schon neun Interceptions. Da muss es doch ein Geheimnis geben. Geduld ist das Erste, was mir dazu einfällt. Я получу не много возможностей, но если, то я попробую, что это самое лучшее другое сделать. Вернер, опять же, Германбол для швейбиш Файл-Юникурнс. Как отличается, если ты готовишься в игре на Германбол или как тренинг? Я думаю, что сейчас в Германболе будет очень интенсивно. Особенно можно на многие игры, в принципе, по всей всей сезоне. Это было очень работа в последней время. И я думаю, как играть, мы получаем только в последнее время только в последнее время из-за того, как мы видим, и мы можем это потом в крайней мере. И как вы видите, если вы на стороне, если вы на стороне или на стороне линия, на линии? на фельд? Я могу сказать, что в последнее время из-за кочей-поспективы было так, что спиелы довольно очень легко сделали и это очень легко, потому что все были в спице и очень много энергии на фельдинге и поддержки Это было огромное ощущение, и это было огромное ощущение. И это я тоже, когда я играл в джомболе, что это просто фангер, которые стоят за ним, что это не просто обычное чувство, что я чувствую, что я чувствую поддержку, где ты идёшь и что ты делаешь. Это просто невероятно ощущение. Я думаю, что можно купить это не так, чтобы не было денег. Вы играете против Франкфурта, которую вы знаете из ГФЛ Сюдки очень хорошо. У вас есть угрожающая ситуация? Это очень интересная ситуация. Я думаю, что вы играете против франкфурта в следующем году три раза. И это третий раз тоже не получается. Конечно, вы знаете, что 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 вы знаете. Но я думаю, что это были три разные игры. В первом году, как из-за франкфурта, Санни Вайсхоупт на Квартибэк. В втором году, когда коллеги Эльферс был там. И также, как из-за франкфурта, было очень много. И поэтому мы обращались на франкфурту. Мы обращались на франкфурту, что мы не можем делать. Но я думаю, что если вы играете на франкфурту, то есть, что вы играете на франкфурту. Джордан Нуман, это третий раз в франкфурту в Санни Вайсхоу. Есть тренинг в США, которые говорят, что это очень тяжело, чтобы с франкфурт на Квартибэк. Что вы думаете? Это не то, что это у нас с третьим Квартибэк франкфурт. Только чтобы снять эту ситуацию, как готовить по безопасности и более. Конечно, это было не то, что у нас было из-за этого года. Примерно, в прошлый год мы не было только по-русски с Броншвардой. Мы должны очень быстро найти много информации. И это не так, но мы очень хорошо знакомы. И это очень большой отличный результат для последней Германии. Это первый раз, когда два Сюд-Тима играют в Сюд-Там. Это история? Да, это очень круто. Я думал о том, что я тоже тренировался в Сюд-Таме. И я думаю, что многие Сюд-Тамы играют в Сюд-Таме. И в Сюд-Таме будет всегда лучше. Конечно, мы в Франкфурте, это немного другая. Но в Сюд-Таме есть хорошие команды в Сюд-Таме. И я думаю, что ГФЛ очень хорошо представляет. Диенстаг, 9. октября. В Франкфурте вы готовы на франкфурте, который никогда не ударил. Ладно, мы не были на сегодняшний день. Поэтому здесь только несколько фотографий с телефоном. И в комментариях, что он не был в Сюд-Таме. Мы сняли в Сюд-Таме в Сюд-Таме в Сюд-Таме в Сюд-Таме в Сюд-Таме. Ветельфинале, в последние Киксы, в Сюд-Таме в Сюд-Таме, в Сюд-Таме в Сюд-Таме. Ветельфинале, в Сюд-Таме в Сюд-Таме. Ветельфинале, в Сюд-Таме, в Сюд-Таме, в Сюд-Таме. Ветельфинале, в Сюд-Таме, в Сюд-Таме. Ветельфинале, в Сюд-Таме, в Сюд-Таме, в Сюд-Таме, в Сюд-Таме. Ветельфинале, в Сюд-Таме. Ветельфинале, tääли made lots со м� hurricanes served. Это мой первый день, как ГФР. И 2014 это было бы просто, здесь в Берлин. И теперь я с нашими ребятами с нашими ребятами. Мы все готовы, все готовы, все готовы, готовы и готовы. Вы уже две недели времени, чтобы это было бы предоставлено. Что за то, что для того, чтобы вы были в Берлин? Мы все более интенсивно, на маленькие отношения. Мы провели еще несколько встреч и встречи, и наши 6 тренинг-эйн-эйн-эйн-эйтен, которые мы всегда делали три-мага в месяц. Но на этом все еще есть больше тинтенция, больше поисков и поисков. Вы сказали, что все вы все облегчили. Как можно ли мы это как-то поисковать, чтобы это очень позитивно? Да, это очень позитивно. Все знают, что это на самом начале зима, В нашем первом Тиммитинге, что мы хотели Швейбиш Хау слагать. Это номер один цель, но в регулярной сезоне это не получилось. И все эти цели урожают сегодня, чтобы это сделать сегодняшний цель. И второй цель, конечно же, были команды Германболл-чампионы. И как счастливы это будет, чтобы мы все эти цели на один день выполняли. Дри-мал, в один раз, в один раз, в один раз, в один раз. Что делает это тяжело? Швейбиша – это угрожая команда. Для этого нет причины. Седьмой из-за последних альтернативных бойцов. Это угрожает программа. Супер костей, хорошие спилеры. Это будет в любом случае весело. Мы стоим на хиле Расен в Ян-Спорт-Парк, kurz в начале Партии. Возможно, это будет улучшение между швейбишей Уникорнс и самсунг-франкфурт-Unиверс, если эти игры из этой сезоны, и также из прошлого года, и из прошлого года, это индивиды. И поэтому, во время этой партии, нужно обучать детали, например, специальные команды. Франкфурты, которые в этой сезоне, в Швейбишей, уничтожили две плохие Пунт-Снапы. Даран работают мы еще, чтобы спетер, амбестен, ничего не случилось. Как это было, мы сейчас посмотрим на Герман Бол, номер 40, на ГФЛ-ТВ. Все ожидали от этого Герман Бол, номер 40, и тогда была вопроса, как много Плэйс будет ли учитывать? Тайло Рутенберг, номер 5, самый лучший швейбишей Уникорнс. Уникорнс, постоянно уничтожили, уничтожили Ахиллес-Сен-Проблемы в этой сезоне, а потом уничтожили герман Бол. И номер 7, Севастяин Санье, в Франкфурт. Дрэссен, который с Кройсбандрис почти всю Сезон уничтожил. Герман Бол, номер 40, на ГФЛ-ТВ. 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 Герман Бол, номер 40, на ГФЛ-Т. Петза пробивает его на левую сторону. И с первым пунктом, в первом пункте. Университет 6-0 для Франкфурта. Петза, который уникальный тенденцем, по-настоящему по-настоящему, здесь он получает путь. Университет 6-0. Университет 6-10. Университет 6-0. Университет 6-0. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И 20 Мпли кёшу Юнис Федлер. Он делает 13-ти лучшим уровнем уровня. Но это не для того, чтобы не было для нового最я. Поэтому криво Швежхолл опять панк. Здесь есть Франкфурт с Андреас Бетцар. Они выиграли в игре. Боя команда противоположна. Только три-тичера уровня для Бетцар. Дритая, тридцать. И 7. Альфас, да, кауфт си-поцинь, и тимоти Томас, Требез, Рыск. Системьдесят один раз для двух командов. И это было не последний, потому что тяжелый и тяжелый. Вцел, который будет в этом году. Петчер был по-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Вцеллил для 2-А, 2-Я, Схакл, по Симон Мудж. Потом 4.9, Франкфурт в гигнерской половинке, не панк, он не будет. Он не будет знать, он не будет. И Альферс, он урожает тихо, но слишком высоко для Тимоти Томас. Коя Шапуи веет. Время решение. И вот швейбешал, наконец, и еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз, и кейтсрит, внести внести, но внести, и только другое. Иосиф Познанский идет, и веет внести, и внести его последнего, и внести 2. Использова, как ищет в первой части, как мы уже предыдали, и все, как мы предыдуем, почти без лавровки, и внести, и все, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzок ДимаTorzок ДимаTorzok И есть личный Фаул против Jonathan Silva-Гомес. Но мы не знаем, что мы не знаем, что мы не видим. Мы не можем сказать, как это было. Первый Сочет и Гол. Уникурс с Эренфридом и Адек Безан. 5 лет Раум-Евин. Курс danach, четвертый Сочет и Гол. Эренфрид на Робитай. Да флигает флага. И вот этот Сочет и Гол. И вот этот Сочет и Гол. И вот этот Сочет и Гол. Адек Безан, это было бы не шеврое. Когда Коэши Браун с номер 6. В Фракфурте-Universу. И он скорее наступает. Адек Безан. Адек Безан. И вот этот Сочет и Гол. Адек Безан. 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 Продолжение следует... 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 Добрый день! Добрый день! Die verpassten Kicks, auch Strafen zwischendurch und so weiter und so fort. Das bedeutet nichts anderes als, das cleverere Team ist unter dem Strich wieder deutscher Meister. Also Gratulation an die Schwäbisch Hall Unicorns! Es war ein hart erkämpfter Sieg für die Schwäbisch Hall Unicorns in einem Spiel, das gar nicht so sehr die Abwehrschlacht war, wie man das vorher erwartet hatte. Deutlich mehr Offensiv-Highlights als in den beiden Spielen während der regulären Saison. Nochmal also die Gratulation an die Schwäbisch Hall Unicorns, auch von GFL-TV. Die Unicorns zum vierten Mal in ihrer Teamgeschichte, deutscher Meister. Und wir waren natürlich nach dem Spiel auch unterwegs auf dem Feld und haben Interviews gemacht. Hier sind sie, geführt von Nicola Matter. Christian Rothe, so als Veteran im Team, siebter German Bull, vierter Titel, lange Karriere wie... Lass uns mal so gerade deinem Gefühl zu jedem teilhaben. Unbeschreiblich, weil ihr wisst, ich höre jetzt auf, jetzt ist Schluss. Harte Worte, aber Zeit für Familie, Zeit mal was Nichtsportliches zu tun. 20 Jahre sind genug. Unbeschreibliches Gefühl, besser kann man nicht aufhören. Deine Karriere deckt quasi die ganze Erstliga-Zeit der Unicorns ab. Ich weiß, als ich angefangen habe, Football in Deutschland, seid ihr gerade hochgekommen in die Liga, ja? Wenn du jetzt zurückdenkst an diese Zeit und siehst, wo ihr jetzt steht, was ist da passiert in der Zeit? Ist einfach nur Wahnsinn. Ja, was passiert ist, guckt es euch an. Also es ist geil, dass wir auch heute dieses Ding so gefühlt haben. Entgegen den Erwartungen finde ich voll geil. Ja, es ist einfach so steil nach oben gegangen. Da konntest du nicht aufhören. Du konntest nicht aufhören, du wolltest immer Part von diesem Teil sein. Deswegen habe ich auch immer weitergemacht und immer weitergemacht. Es geht ja immer weiter nach oben, es ist top. Was macht die Unicorns aus für dich? Familie. Das sagt ja hier das Gleiche. Es ist Familie. Meine Familie ist schon voll eingebunden. Es ist, ja, wir arbeiten an einem großen Ganzen zusammen. Und das kriegt man hier wieder ausgezahlt. Geri Jäger, Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft. Man wird, glaube ich, auch als Unicorn-Spieler nicht gerade jünger bei solchen Spielen, oder? Nein, Mann. Ganz, ganz sicher nicht. Wir haben uns von Anfang an so ein bisschen schwer gemacht. Und letztendlich war es immer, der, der weniger Fehler macht, gewinnt das Spiel. Wir haben sie nochmal rankommen lassen. Hätte nicht sein müssen. Den Onside-Kick, ja, der kam direkt zu mir. Ich wusste auch, dass er kommt. Ja, ich glaube, da haben einige graue Haare bekommen. Und ich leider auch. Was war am Anfang los? Weil das Frankfurt so marschiert hat, hat man gegen eure Defense vielleicht nicht so erwartet. Nee, es waren dumme Fehler. Abstimmungsfehler. Die haben ein Tempo gleich mal drauf gehabt. Ja, eigene Fehler. Eigene Fehler. Es war nicht so, dass die jetzt arg viel besser waren. Wir haben nur Kacke gemacht. Vierfacher deutscher Meister. Ich kann mich zeigen. Das sind die Filme. Ich kann mir an Seiten, da hätte man das von den Unicorns nicht gedacht, wenn du da so ein bisschen Revue passieren lässt. Jo, ich spiele schon einige Jahre Football. Und ich muss sagen, scheiße. Der erste war der absolute Wahnsinn. Wir wussten nicht, hey, was ist das hier? Was können wir machen? Wir haben zwar das Jahr davor knapp gegen Kiel verloren, dann wären wir schon mal drin gewesen. Das erste Jahr, absolute Wahnsinn. Der zweite, okay, wir wussten, wir können es schaffen. Dann hatten wir die leichte Durststrecke gegen Braunschweig. Und ja, letztendlich hat es dann geklappt. Jetzt gegen Frankfurt. Ist doch ein guter Weg, oder? Können wir so weitermachen. Bei Insiders hat man irgendwann gesagt, one for the thumb, weil das dann der sechste Finger war. Greifst du noch mal für den sechsten Titel an? So Sachen tut man nie nach einem Spiel sagen. Es wird in der Offseason entschieden. Ich weiß, ein paar Jungs hören auf, ein paar gute, ein paar, mit denen ich lange gespielt habe. Ja, wir schauen mal, was der Körper so macht in der Offseason. Brian, wir stehen hier im grünen Nebel. Das heißt, die Unicorns haben gewonnen. Spiel mit vielen Höhen und Tiefen auf eurer Seite. Wie fasst du es zusammen? Ja, genau, wie du es gesagt hast. Wir hören in der Tiefen. Für Englisch tut es unser ganzes Jahr. Ich kann es nur einfach nur sagen, ich bin stolz auf die Jungs. Mit allem, was passiert in diesem Jahr, einfach hier auf diesem Spielfeld zu stehen, ist etwas wirklich Besonderes. Und es tut mir wirklich leid für die Spieler, dass sie eigentlich einen Sieg verdient haben heute. In meiner Meinung haben wir den German-Bowl geschenkt. Ihr habt allein schon 10 Punkte im Kick-In-Game vergeben. Marius Duis war so ein bisschen der Held von der Rittelfinale und Halbfinale. Wie holt man jetzt unsere jungen Spieler ab nach so einem Spiel? Ich habe sie einfach nachgefragt. Ich habe sie in die Augen geschaut und habe mich gefragt, hast du deinen besten Effekt gegeben? Und er hat gesagt, ja. Ich habe gesagt, das ist alles, was ich dir niemals fragen kann. Ich habe gesagt, ich liebe dich. Und das ist, wie du es machst. Wie baut man jetzt auf? Ihr habt ja zwei Finals gespielt, eins mit einem Punkt verloren, eins mit zwei Punkten. Ihr seid in zwei Finals gekommen. Das ist ja das Positive. Aber wie bewertet man jetzt die Saison? Überragend. Wie gesagt, es war eine tolle Saison. Wir sind hier in dem Spiel. Eigentlich sollten wir das Spiel gewinnen. Wir sind hier in den Spiel. университет, университет и университет. Но в моем мнении, мы должны победить сегодня. Как идти дальше? Мы будем работать, мы будем смотреть, как мы можем улучшить. И мы будем ждать решения, которые я, как командир, как командир, как командир или командир, не влияние. И мы будем ждать и посмотрим, что происходит. Джон Нюман, я смотрю на бот. Университет, университет не так много, как можно сказать. Но они были еще не отверстили. Это было невероятное место. Это было невероятное место для не только Университет, но и для Европы. У нас было очень много участников, это весело было, это было очень здорово, очень хорошие, хорошие команды. И это было очень здорово, чем университет. И это было очень здорово, чем университет. Мы знали, что это не было красиво, чем университет. И это было легко. В конце концов было это было легче. Мы сделали четвертый трансмейк. Мы сделали это, и они тоже были. И я думаю, что все защиты были очень мудры. Это играет всегда очень большая роль, но это было хорошие игры на двух сторонах. И если мы сейчас, что у нас будет второй трансмейк. В последней секунде, который будет в последней секунде через филку, это может быть на нерве, да? Да, это в любом случае. Мы сегодня сделали это, что мы сделали это шпионально так быстро, в 4.4. В этом четвертый трансмейк. Это был невероятный трансмейк. И это было невероятное тачк. Кнопкноблау и саин Дефенсивный Тучдон. Это было невероятное место. И я очень рада, что наши команды, наши команды, которые работают так сильно, которые ходят так много километра на улице, они не получают ничего. Они делают это только для любых спортсменов, американского футбола, для любых униконов. Они очень хорошие фанаты. И я очень рад, когда я увидел историю команды и команды, они очень рады. И это все стоит. Да, Томас Кюстинг, когда здесь на футболе на Герман-Боут ловит, в конце концов, два пункта. Но для тех, кто не может быть большим, большим, большим. Да, в конце концов, два пункта. Но первое, в первую очередь, на Швейбе-Хал. В конце концов, они победили, они получили меньше ошибки. Это было от начала, что это было маленькое. И они уничтожили филдгол, филдгол и филдгол, и уничтожили это филдгол. Но это у нас не было великий партий, и с тем, что все, что облашло, могу я вам сказать, что я вам скажу. Если вы мне перед этим игрок говорите, что вы получили филдгол на 20-23, я бы не смогу, поэтому я гордюй на это. Но это очень важно. Да, конечно, это было очень тяжело. Как вы понимаете, как вы понимаете? У нас есть три игры, которые, конечно же, каждый 20-летний год в жизни. Как вы понимаете? Мы уже как-то повышены, и я не знаю, что мы должны делать, Мы должны идти на пункт. Но мы всегда чувствуем, что после 2-х вверх-финала, после 2-х вверх-финала, теперь финала. И мы должны продолжать работать. Я надеюсь, что мы сможем продолжать работать. Потому что это только время, пока мы вверх вверх вверх. Нужно только один раз, а не второй раз. Возможно, мы трудимся. Сегодня был второй раз. Но еще раз. В конце концов, это не успешно. И это нужно акцептировать. Что ты собираешься из этой сезона? Это просто группы. И я думаю, что каждый coach может подтвердить. Это просто что-то особое. Когда ты формаешь группы, и даже у нас с такими странами, и ты видишь, как они больше вверх 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 вверх. И вверх 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 вверх. И если ты вверх 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 вверх, то, что они все делают. Потому что у нас много игроков, и мы хотим работать. И мы предлагаем тренинг, 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 и мы плойн, что они вверх вверх вверх. Вверх 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 вверх. И мы просто рады, что это делать. И поэтому я думаю, что это было удано. Вверх 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 вверх. Вверх 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 вверх. И мы должны быть вверх 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 вверх. И я надеюсь, что мы вверх 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 вверх. И мы должны быть вверх 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 вверх. И мы сейчас сейчас Саша Гедов и Макс Вон Гарниер. Теперь с концой движениями, они был Кик-Офом autom хотяusalенками вверхом для параметра. Все это было до 15 плангов уже давно. Има о чем дальше Podcast. Вверх 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 и голос glare. Вверх 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 вверх. на комментариях, за Area révод Rhло затем и lira. Это может быть бы неприже, что у нас вон도�'dлежатый. И тогда мы просто можем vig Virginia повторять. Я сказал в комментариях, что этот Кик был хорошим, который был хорошим. И тогда мы увидим, что мы потерялись сантиметром. Саша, ты виделся с этой стороны. Как ты был эксперимент? Да, конечно, великолепно. Первое, конечно, с тем, что сегодня все в карте играли, а также с тем, что это очень круто. И это очень круто, что такое игре с динамики, Динамик, с мощностью и скоростью, которые здесь находятся. Это отличный продукт, отличные атлетики, которые мы сегодня видели. Он делал 10-11 раз эту Кик-Off-Сендую, как мы делали это, что мы делали на дороге. Как это было? Да, мы очень рады, конечно, о том, что мы хотели это тематизировать для нас в нашей маленькой серии. И мы должны были вместе с другими командами, вместе с другими командами из ГФЛ-Норд и ГФЛ-Сюд. Макс, первый Герман-Бург, это было 37 лет, но это Норд-Там, но это тоже супер Кулисс, где ГФЛ живет. Григорий Росе и Ирмид Tell. А кто сейчас не узнает, я тоже не знаю, я знаю, что это не знание было. Claro, это очень рано, было немного перед тем, было страсти, но все mundo расстроился, что только один отteстрел из ГФЛ это будет. И в ходе фейер-Скор Rusчёв, и что я могла LU как-то еще раз переградаться. И когда это было так уж драматичным, то это было еще разное место, то это Клюковская группа. Это Клюковская футболка, это Клюковская футболка. Кто-то не видел, кто-то вставил, который вставил в этот спорт, он будет виноватся в наше время, если он не любит. Это чуть-чуть, как ты любишь, как ты делаешь, если ты дадил Петти. Ну, немного погибли, но потом руки... Ну, мы очень трудно тренировать. Но, наверное, пока не закончились. Но я не помню, что даже тогда, как сегодня, мы играли 8 German Bowls. играть. Мы победили, мы победили, мы победили. Но я всегда поменялся, когда ты проходил этот туннел, именно в 1999, когда мы играли около 30.000 человек в футболе. Этот момент, когда ты выходишь на фельд, этот одинаковый момент, это будет что-то, что ты не забываешь в жизни. И что всегда в таких ситуациях опять вернусь. Поэтому я надеюсь, что мы получили such a great event, что все было хорошо. И, как говорится, я надеюсь, что я надеюсь, что это было хорошо. Я надеюсь, что я надеюсь. Спасибо, Макс, Аксер и Саша. Это был Германбол номер 40. Швеймсер Униконс победил самсунг франкфурт-universу. И последний раз, и победили. И победили на втором месте. И победили на втором месте. Швеймсер Униконс победил самсунг франкфурт-universу. И это был ГФЛ-кф форум. Это была ГФЛ-тв для этого, это было ГФЛ-тв для этого. Это была ГФЛ-тв для этого сезона. Мы вследим сбавали в 2019 году опять в играх. И, например, университет во время сезон, И в 2019 не в Берлине, но в Франкфурт. Это была Омерика. Диана. Спасибо за просмотр. До свидания. ...нах der Off-Season. McCanns mit dem Lauf! Da ist die Lücke! Touchdown Berlin! David McCanns! Und da hat er einen vollkommen freien Receiver! Touchdown Kiel! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, I'm still on the quest for meaning Waiting, lurking, searching, screaming Oh, I refuse to remain static No matter how far I stray Anything is better than death Either way There's never today and no tomorrow Any of us way down with sorrow Take my hand or let me know Come Cause I only dreaming, wishful thinking Lights are up but I'm still blinking Take my hand or let me go Go Oh, I'm still trying to stain the winter Waiting for the night to splinter Oh, I'm bound to take my chances Even if I shall decay Anything is better than death Either way Either way Oh, I'm still trying to stain the winter There's never today and no tomorrow Any of us way down with sorrow Take my hand or let me go Cause I only dreaming, wishful thinking Lights are up but I'm still blinking Take my hand or let me go Back home Back home Back home Back home Субтитры подогнал «Симон» 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 «Ц» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!